Всем нагроманнейший привет, и вы на канале Супергекты. И сегодня у меня очень интересный ролик, я вам покажу свои покупки из магазина Подружка. Так что оставайтесь, будет очень интересно, чаек-кофеек, вкусняшки, и погнали! К сожалению, чек у меня не сохранился, поэтому цены я вам не назову, тем более, что приобрела я все с 20% скидкой, а потому, ну, как бы да. В общем, все цены можно узнать на сайте магазина Подружка. Если вас заинтересует что-то конкретное, вы можете это набрать и посмотреть, сколько это будет стоить без скидок. Так что ничего, в принципе, прям глобально страшного нет. Первое, что я вам хочу показать, это вот такой вот крем-бальзам для ногтей и рук. Ну, в первую очередь для рук, потом для ногтей. Ну, мне достаточно понравилось оформление, причем, кстати, вот на свету видно, что вот столько здесь находится. Мне понравилось оформление, мне понравилось, что здесь есть дозатор. Вот это первостепенно, на самом деле, что стало причиной покупки, поскольку на столе у меня обязательно, на моем рабочем столе, обязательно стоит вот такой вот крем или крем-бальзам, да, как в данной ситуации, чтобы я могла вот так выдавить из дозатора. Это очень удобно. В принципе, я думаю, надо везде так делать. Было бы вообще замечательно. Это для меня прям вау. Ну, действительно удобство. Вот, и поскольку он заканчивается, мне надо было взять замену. Значит, это у меня еще и ультраконцентрированный крем-бальзам, представляете? 100% регенерация, ну, все как обычно, обещается многое всего. Это Evelyn Cosmetics. Что тут написано? Патентная заявка, вау. В общем, я еще его не тестировала, потому что сейчас сделаю это вместе с вами. Сейчас мы его попробуем. Как он будет? Вот. Ну-ка. Вообще, даже не имею представления. Значит, крем беловатый, ну, да, и с легким розоватым отливом. Так, потестирую. Ой, аромат. Хотелось бы в первую очередь отметить аромат, но просто невозможно его не отметить. Очень приятный. А вот сам бальзам, да еще и ультраконцентрированный, как написано. Честно говоря, меня немножко удивляет, поскольку он какой-то странный. Вот знаете, просто как вода сразу разошелся. Как водичка. Вроде бы, вроде бы что-то напиталось, да, то есть я не чувствую сухости. Потому что до этого, все-таки, знаете, чуть-чуть такая кожа была суховатая, специально так оставила, чтобы потестировать крем. Ну, в смысле, не устал увлажнять другим кремом, если кто не понял. И, собственно, вроде, знаете, система интересная. Как водичка, но действительно увлажнил, напитал кожу. Будем надеяться, что и дальше будет все так же замечательно, но необычно как-то. Я ожидала чего-то более такого густого, масляного, раз ультраконцентрированное, но как есть, так и есть. Ну, продолжаем. Что же следующее я взяла в магазине «Подружка»? Гель. Вот такой вот гель для душа. Так, лучше с этой стороны показывать, чтобы менее засвечено было. «Ля Петит Масселье» – сирень. Да. Конечно, я не могла не взять сирень. Во-первых, я люблю аромат сирени. Во-вторых, весна, и пора уже нам наполнять везде все ароматом сирени. Ну, мне надо. Вот, поэтому в душе это просто великолепно должно быть. Тем более «Ля Петит Масселье» – это достаточно хорошая марка зарекомендованная. Ну, что, пахнет сиренью. Да, пахнет сиренью. Да еще так лакомо как-то. Я не знаю, вот прям реально. Я не говорю, что это гурманское, да, чтобы вы понимали. Но оно какое-то прям вау. Такое, нет. Вообще пахнет прям очень хорошо передан аромат сирени. Достаточно натурально, хотелось бы отметить. Вот. Потому-то и лакомо. Потому что прям натурально. И это приятно. В общем, классный, классный аромат. Посмотрим, как будет работать души. Но уверена, что очень хорошо. И что вы думаете, я ограничилась одним гелем для душа? А вот и нет. Нет, нет. Я взяла еще один гель для душа. И бам! Вот такой вот. Это новинки. Декора Урбан Фит. Шава гель, да. Плюс витамин Е. Тут все такое. Манго и авокадо. Почему-то, когда я брала, я думала, что я беру ананас. Кстати, очень хотелось бы ананас, но, по-моему, все-таки его там не было. Ну, вот все такое желтенькое. Я думала, ананас. Нет, это манго. Ну, и тут еще вот авокадо. 400 мл. Большой объем. Интересное оформление у бутылочки. Достаточно такое, действительно, современное, пожалуй. Так что новинка, по-моему, удалась. Теперь давайте о самом. Вот, смотрите, еще знаете, что очень интересно сделано сбоку. То есть не стандартка посередине, а сбоку. Прекрасно просто. Аромат великолепный. Вы знаете, он такой сладковатый. Сладковатый с молочными нотками. Ну, просто вот реальный аромат. Манго с молочными такими нотами, которые еще больше его смягчают, делают сливочным. Потрясающе просто. Я его тестировала в душу. Мне очень понравилась пена. Такая нежненькая, приятненькая. Все классно. И оставляет этот нежный классный аромат. Сладенький на теле, на коже. Вот. Супер. Мне даже не пришлось после использовать какое-нибудь средство для питания кожи. Настолько вот здесь, ну, знаете, он такой прям щадящий. Наверное, потому что ноль парабенов. Решила взять такую пасту. Это Global White. Такая вот марка. Экстра отбеливающий активный кислород. Эффективно осветляет зубную эмаль. Ну, все такое, все вы это понимаете. В общем, прям экстра байсинг. Экстремальное отбеливание. С активным кислородом и древесным углем. Ну, все, ледяная мята, ледяная мята. Ну, вот интересно стало. Такой пастой попользоваться. Ну, потом в пустых баночках узнаете результат. К теме зубов. Взяла я также, давно не брала вот эту ленту от Calgate Total. Ну, она с тормым мятным вкусом. И это именно лента. Я много раз говорила, чем мне она нравится. Она мне нравится тем, что отлично проскальзывает между всеми промежутками зубов. Даже где вот плотно зубы прилегают друг к другу. И как бы если нитку засовываешь, байс застревает. То тут этого нет. Абсолютно идеально. Все прям проскальзывает. И при этом эффективно работает зубами. Но в последнее время прям, я не знаю, наверное, потому что я ей дала такую сильную рекламу. В общем, цена прям подскочила. Ого-го, как вот эта печалька, конечно. Вот эта лента прям отличная. Не прошла я и мимо декоративной косметики. И решила взять от Pink Up. Мне нужно было базовое покрытие. Ну, и вот я выбрала такое. Но гель. Его не надо вот это вот сушить, ну, вот это базовое покрытие, гель. Не надо сушить под лампы. Ничего тут делать не нужно такого. Просто вот наносите и все. Я так понимаю, это как раз таки, да, так и есть. Это база под гель-лак. И вот, собственно, гель-лак я тоже взяла. Взяла я вот такой гель-лак. Не обратила внимания. Это от Pink Up Pro, сразу говорю. Не обратила внимания, что данный лак сушится под лампой. У гель-лак. У гель-лак нет лампы. Нету такой лампы. И когда я взяла, конечно, немножко, знаете, стала удручена с тем, что такое произошло. Думаю, о боже, как я лоханулась. Но, почитав некую информацию, я поняла, что не все так страшно. Не все так страшно. И сейчас, на данный момент, этот лак есть у меня на ноготочках. И он меня восторгает. Вот такой вот цвет. Я именно такой цвет и искала. Что-то мне захотелось такой цвет у лака. Ну, потому-то, собственно, я и выбрала именно этот цвет. Ну, и сейчас я вам расскажу про этот гель-лак. И поделюсь лайфхаком, как сушить гель-лак. Ну, если вы, допустим, тоже не имеете лампы. Значит, кисточка вот такая вот, да. Не очень-то она широкая. Вот сам гель-лак. Все закручиваем. Вот так он у меня выглядит на ноготочках. Это безумно красиво. Я в восторге. Просто восторгаюсь от этого лака. Смотрите, вот такой он красивый. Но вся его красота познается на солнце. Когда прям вот или свет, да, там яркий. Вот тогда красота вся видна максимально. То есть, как вот он здесь выглядит, так он выглядит и на ногтях. И все это настолько красиво переливается. Я, короче, влюблена, влюблена, влюблена. Клевый цвет. Но очень быстро постигло меня разочарование в нем, как, ну вот, в плане качества. Мне не с чем сравнить. Я никогда не брала раньше гель-лаки, ну, те, которые именно под лампой должны сохнуть. Поэтому сужу только по нему и по заявленным, как бы, обещаниям. Гель-лак у нас держится долго, да, ну, вплоть до месяца должно держаться. Тут же уже буквально там на третий день у меня начал гель-лак слезать с кончиков. Возможно, я, кстати, делала только, единственное, не на тогда, на тот момент, не на гелевой подложке для гель-лака. А она обычно, возможно, сыграла эту роль. Может быть, поэтому они у меня даже и на четвертый день или на третий вообще слезли полностью. То есть, отвалились. Прям, знаете, как ноготь такой отвалился. Может быть, дело, ну, в этом. Сейчас, на данный момент, я уже на гель-лаке сделала вот эту, такую подложку сделала для него. Возможно, будет другая история. Я надеюсь, что проблема была в том самом. Если это так, то великолепно. И он будет держаться долго, как и положено. Будет тогда здорово. Как же, да, лайфхак. Как сушить гель-лак, если у вас нет лампы? А все очень просто. Здравствуй, солнце. Ультрафиолет от солнечных лучей. Да, поэтому вы можете спокойно, даже дома находясь, если за окном солнышко, сейчас благо позволяет погода. Открыли окно, как я, собственно, и делала. И сушите. Ну, минут 10 получается где-то. И он затвердевает, и все прекрасно. Вот. И благодарите. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.